мы первое время сосали это правда ну и кидался ты не гранатами а батонами таки об этом ходили вот мы победили нам обещали золотые горы куча zp компы которые у нас стояли на базе домой да я от вас ушел вы меня как хотите возвращаетесь туда пойду похоже на правду чего ваню кикнуть почему мы не сделали этого сразу это просто было вранье я пришли поставить намного раньше ли поэтому я ушел и вопрос про членик ну новик не был чуть-чуть и нам список ты шоунил там вот такой список турниров его не будет никогда какая дота давай уже докачивать помогите и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Специально для вас мы сделали большое интервью с Егором, где попросили его рассказать, существовал ли Членикс на самом деле, куда он испарился и чем Маркелов занимается последние несколько лет. Так, ребята, всем привет! Егор Маркелов, долгожданный гость на самом деле даже не моего YouTube-канала, а интернета. Я прилетел только с Бразилии. Появилась уникальная возможность с Егором записать интервью. Насколько я знаю, Егор не выспался... От слова совсем. Совсем, да. Я, короче, тоже вот в таком трэше все это произошло. Мы только что провели автограф-сессию, и поэтому если чуть-чуть будет что-то... Мы где-то заснем, и тут раз храпка. Вполне вероятно. Вот, как бы имейте в виду. Короче, войдите в положение, мы и так стараемся. Собственно, наверное, начинаем интервью. Егор, ну, как тебе автограф-сессия? Как тебе вернуться было в... Просто только что было огромное количество, ожидал вообще столько людей? Не, на самом деле очень круто. Не ожидал, что столько народа придет. Короче, доволен, нормально все. Последний официальный матч ты сыграл в 2018 году. Внезапное твое резкое, как бы, исчезновение на сцене. С чем оно связано? Уже начали спрашивать у Симпла, у многих, там, известных игроков, стримеров, где пропал Егор. Я же на этот вопрос уже отвечал. Давай не спеша, подробно, потому что весь интернет переживает, интересуется. Мы должны знать, куда пропал, что случилось. Я это уже говорил, причем тебе же говорил. Послушай, мы рассказывали, у нас есть большая очень аудитория, она интересуется. Был ужасный год, мы тогда, я тогда впервые не попал на мажор, мы проиграли отборочные. И потом играли то ли минор, то был, короче, у нас вообще ничего не получалось. Вы играли, это флипсайды были, да. У нас вообще нифига не получалось, мы проигрывали всем, кому не лень. Проиграли, типа, отборочные на мажор. И потом уже шли следующие отборы на следующий мажор. Это минор был, СНГшный, по-моему. И мы там, по-моему, 2-0 отлетели в группе даже. После этого я, короче, психанул, типа, сказал, что в таком составе я играть не буду. Типа, пока кое-кто не уйдет или состав не поменяется, типа, я буду на скамейке запасных и буду ждать, типа, вашего, там, типа, решения. Ну, со мной все согласились, типа, попросили, типа, ну, давай еще один, там, турнир отыграем. Если не пойдет, то не пойдет. Я говорю, мне 2 мажора хватило, смысл мне, а тут еще одного. Ну, и пошел, типа, на скамейку запасных, кайфовал как никогда, ну, что не надо каждое утро просыпаться сразу, типа, за комп и, типа, на DM'чик и так далее. Потому что на протяжении стольких лет это было, так, ну, каждый день. Так, отдыхал, отдыхал. В итоге ребята, с которыми я играл, судя по всему, вообще, в принципе, развалились. То есть они вообще все поуходили. И по большому счету, вот, собственно, и почему я перестал играть. То есть сама контора развалилась. Давай постепенно. Какой состав это был у вас в тот момент? Полегче, можно вопросы вообще? Так, чувак, полегче, это лет 12-15 назад какой состав? Тут 2 года. Не, просто эти времена хочется забыть, чтобы их никогда не было. Давай вспомним, какой состав все-таки. Это Blade, по-моему, играл в команде. Естественно. Blade, Electronic. Blade, Elite, Я. WorldEdit и Waylander, нет? Да. Вот такой был состав. Да. И вы этим составом проиграли отборочный на мейджор, не попали на мажор? Первый раз? Это из-за все время? И потом второй раз даже на минор не попали. А, второй раз на минор не попали. А кто вас выбил тогда, не помнишь? Примерно. Да их не знаю даже. То есть какие-то вообще там... Ну, может, они и здесь, но я на тот момент их вообще не знал. Ну, не попали на минор или вас на миноре выбили? Ну, по-моему, в стадии СНГ минора. Ага, все, я понял. То есть с самого начала, грубо говоря. Ты говоришь о том, что чуваки, типа, в этом составе я больше не хочу играть, я хочу... Изменений. Изменений. Кого ты хотел тогда убрать? Это не важно. Это важно. Ну, для тебя очень... Это для всех важно. Давай будем честны. И так все прекрасно понимают, что было не так и что хотелось бы изменить. Зачем об этом говорить? Нет. Зачем говорить очевидное? Смотри, я, допустим, вот не знаю до конца, но я предполагаю, что, допустим, хотели, может, убрать Андрюшу Блэйда. Вот я так предполагаю. Как потому, что он... Ну, были жалобы по его игре, но он был капитаном. То есть можно было на это как бы... Всегда капитаны как раз ссылались. Но при этом у тебя в команде был Элик. Машина, которая уже тогда очень круто играла. Все верно. И, кстати, недавно вышло интервью с Эликом, и он некоторый дал комментарий, мы к ним вернемся, по поводу того, как играть было приятно, допустим, с тобой. Вот. С ним тоже. Да. И хочется разобраться. То есть как бы состав-то, ну, более-менее неплохой был. То есть пропала мотивация в целом, может быть, действительно, потому что... Пропало. Пропало. Тут вообще не отрицаю, конечно. И я думаю, не только у меня. Еще в команде у кого-то пропало. Я практически уверен, что почти у всех. Ну, не может так быть, что мы вот просто сразу так начали плохо играть. Был вариант, вы не обсуждали убрать, допустим, там, Блэйда? Только Блэйда надо было убирать выход и хотел? Или менять еще кого-то? Там много чего надо было менять. Нет такого конкретного типа ответа на этот вопрос. Там реально много было фейлов, много косяков, о которых я вообще не хочу говорить. Ну, что было, то было. Возможно ли было сохранить состав, пускай видоизменить его и пойти дальше? Либо то, что вот уйти на лавочку, а потом просто пропасть в профсцены, это вот уже крайняя ситуация. И ты не хотел просто даже пробовать цепляться, знаю, за то, чтобы идти дальше. Был момент, когда уже после всего, когда флипсайд развалились, был момент, был Варик пойти в команду в какую-то там, куда звали, я так понял, звали Гошу, Горда Дита. Это русская язычная команда? Русская язычная команда. Я не помню, но вроде да. Он типа сразу написал мне. Я сказал, да, подумаю, потому что я тогда ехал на выходные к друзьям в Польшу. Говорю, я вот съезжу на выходные, типа, и потом дам ответ. В общем, и Вейлендер тоже там должен был быть, то есть мы втроем. Элика тогда уже, по-моему, в Нави забрали. Ну, я там, в принципе, был готов играть, но я так понял, что с той организацией нифига не выгорело. Ну, и я продолжал, типа, так сказать, кочевать. И был один момент, так сказать, с CEO Flipside, типа, на что-то новое с новыми спонсорами, потому что там под конец вообще не было денег, типа, и средств содержать команду и так далее. Но в итоге этого тоже не получилось. Поэтому я так и остался в свободном плавании, по большому счету, да и не особо торопился куда-то идти. А если куда-то и звали, то звали туда, куда вообще идти не хотелось ни при каком раскладе. Странно, честно говоря. Чё, не звали тебя куда-нибудь в нормальную орг, у тебя есть имя, у тебя есть фан-база. Так я, на самом деле, не сильно тогда и пытался. Не сильно хотелось. То есть, да, я настолько перегорел из-за этих последних проигрышей, типа, пару лет, что реально хотелось просто отдохнуть от КСа и в него не заходить, что, собственно, я и делал. Ты хоть раз курил планчик? Нет. Поверишь? И правильно. Тогда, в принципе, вопрос, чем ты заниматься начал после того, как это все произошло? Я просто отдыхал, типа, от КСа, по большому счету. Таким ничем я вообще не занимался. А так просто играл в свое удовольствие с друзьями, там, в разные игры и просто... Тебе сколько лет получается сейчас? 32 вроде. А, ну да. Не, просто хочется как бы постепенно прийти к пониманию вообще возрастной КС. Он еще может ли быть? Мы об этом еще, кстати, поговорим. Потому что Ванька Эдвард, если ты знаешь, он ушел, пришел, и он там пытается еще, кстати, там рубиться. Короче, чем ты сейчас вообще в целом вот в жизни занимаешься? Как проходит, работаешь, какой-то бизнес? Не работаю в последнее время. Просто отдыхая сейчас, вот, я думаю, все знают, что сейчас я играю в WoW, а сейчас там вышло новое дополнение, и, типа, грубо говоря, из него не вылажу. Есть чем заняться, да, там. А так, там, начиная с февраля, мэйби что-то будет наклевываться, там, вроде есть один вариант. Ты можешь описать свой день, свою неделю, свой последний месяц, полгода? Как у тебя проходила вот вообще твоя жизнь, не знаю. Я единственное, что знаю, что мы, у нас был шоу-матч. Да, и вот как, ну, не знаю, как у тебя, но у меня довольно однообразно. По нескольким причинам. Одна из них пандемия. Разнообразие было летом, когда там я часто ездил там и с друзьями видеться, и к родителям в бассейн и так далее, позабирать, покупать. Но последние несколько месяцев это я точно редко покидаю дом и стараюсь не выходить на улицу лишний раз. У тебя вообще вот эта ситуация, которая прошла с флипсайд, с ксом, с какими неудачами, она морально на тебя как-то повлияла в душе внутри? Потеря мотивации это довольно серьезно, но это было очень давно. Ну, не, расстроило? Да. Расстроило. На тот момент я был очень расстроен. Была же возможность все-таки как-то зацепиться и пойти дальше? На тот момент не было желания ни малейшего. Вот именно в тот момент. То есть получается в тот момент ты расстроился из-за того, что... Можно и так. Да, ну, было расстройство и не было как бы никакого желания что-то делать. Из-за того, что расстроился. Из-за того, что не получилось. Вот последнее место перед тем, как я, грубо говоря, ушел на скамейку запасных, я расстроился из-за того, что я потерял кучу времени, хотя мог, допустим, сделать это намного раньше, когда еще не потерял бы мотивацию играть. То есть я расстроился в том, что я давным-давно этого не сделал. Ну, скажи, что ты проебула, грубо говоря, время. Я понял. Так, чувак, ладно. Спасибо. Здесь Вениша докопался. Да, нет, нормально. Хочется просто как бы прояснить. Просто хочется быстрее закончить, а ты первый вопрос растянул минут на 40. Я спать хочу. Так, Егор, спокойно. Все, я спокойно. В интернете нет информации, люди переживают. Мы спокойно должны пообщаться, все хорошо. У нас куча классных вещей, которые мы должны обсудить. Давай, давай. Даня не скоростной в этом плане. У нас есть как бы, мы стараемся какую-то историю интересную, чтобы люди посмотрели и как бы, блин, поняли реально. Давай. Следующая семья. Твои слова из фильма «Для Вальв», я английский ссори не очень знаю, но там, по-моему, написано было «Family means everything», которые не могут не вызывать уважения. «Family means everything». At least one day a week we have a family day, family night. Что для тебя твоя семья в целом жизни? Ну, собственно, этой фразой можно ответить на твой вопрос. Для меня реально семья значит, собственно, все. Очень много, я их очень сильно люблю, они очень сильно меня поддерживают и поддерживали всегда. Брат сейчас работает примерно в той же сфере, что и я, грубо говоря, тоже в киберспорте и так далее. Мама с папой и бабушкой живут в хорошем доме, который я помогал строить на деньги с выигрышей и так далее. У многих был такой вопрос. Сейчас киберспорт уже вышел на такой уровень, что родители могут все очевидно увидеть, что это прогрессивная тема. Как тебя поддерживали? Типа раньше изначально ты имеешься? Да, в детстве. И вообще, какие у тебя были, вот, не знаю, отношения? Ну, если говорить уже о старых временах, когда так еще не был развит киберспорт и так далее, в те времена, естественно, поддерживал у меня брат, потому что он начал впервые меня играть, а я начал из-за него, собственно, играть. Это в каком году брат начал примерно играть? 2000-ый плюс-минус, 2001-ый, может. Что-то около того. Первым я начал играть не в CS 1.2 или 1.3, когда он, какой он там был на тот момент, а именно в Half-Life на Crossfire. Мы там в клубе играли с ребятами, а потом кто-то, так, смотрите, тут, короче, новая шпилечка вышла. Я, как сейчас помню, первый раз, когда я зашел в CS, это был Assout. Известный всем Assout, да. Так вот и началось. А какой год примерно? 2002-й? Ну, первое. 2000-й, 2001-й плюс-минус. Ну, брат меня всегда поддерживал. Ну, и, соответственно, мама. Папе в основном всегда было пофиг. Плюс он особо не понимал этого. Но вот начиная, наверное, с тех времен, как вот начались какие-то достижения быть, какие-то победы. Ну, в каком это примерно году? Самые такие первые вот команды, которые ты у тебя запомнила. Ну, вот, допустим, моя первая, если я не ошибаюсь, поездка именно на турнир, по-моему, это был 2005-й год, Киберметель в Москву. Да. Вот, по-моему, это первый был выездной чемпионат, куда я поехал. И вот, наверное, вот с тех пор, типа, там и папа начал присматриваться, что ну, что там такое? Куда там поехал? Куда там сын поехал? Ну, это с тех пор как бы понеслось. А когда мы там уже собрались в Найве, когда там уже чемпионаты мира, там папа вообще фанатом стал. Ну, это уже позже. Ну, да, это уже позже. Смотри, у тебя брат играл уже, ну, я тоже помню брата, который играл, он играл там в третьем, четвертом годах. Он, у него были там же какие-то победы, результаты? Родители уже видели что-то? Или они как-то этому значение особо не придавали, что брата были вот уже соревнования, в тот период, не помнишь? Блин, честно, я за этим не особо следил. То, что я за ним смотрел, это да, а вот что родители были и как они к этому относились, честно, я не помню. Родители начали потихонечку понимать, присматриваться, когда ты играл там в пятом, шестом годах, да, и уже примерно понимать, что сын, ну, более-менее профессионально этим занимается. Ну, если можно было так назвать, то да. Ну, смотри, ну, у тебя же уже были, ну, там, Hellraiser или DTS, команда. Нет, DTS это тогда, DTS. Это в каком году был DTS? Мы же, по-моему, DTS-ами как раз и ездили вот на Киберметель. Ты же долго, по-моему, в DTS играл? Да, 2007-го, по-моему, если я не ошибаюсь, плюс-минус. Ты играл, я помню, в DTS, я помню, потом вы собрали команду с Ваней Эдвардом в какой-то период. Уллиты или Ашер. И вы что-то выиграли какие-то турниры неплохие, я помню, в Киеве выигрывали, у вас были неплохие победы. Ну, да, мэйби. А, по-моему, в Москве выиграли турнир какой-то хороший. Я еще на Ваню кричал, там, гадости всякие. Ты что, тогда вместе играли? Честно, я уже не помню. Ладно, вспомни примерно вот этот период и вот эти победы, отношения родителей. Они тебя поддерживали. Они не говорили, там, допустим, там, чувак, ты растешь, тебе там надо институт, какой-то там работа, что-то сейчас ты паришь, Ну, вот у мамы как раз такого не было. Я же говорю изначально, что, типа, мама всегда меня в этом плане поддерживала, а отец, типа, начал воспринимать это всерьез, только когда мы на ВИП стали побеждать. Только тогда. Да! 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 ты это прекрасно помнишь по нашей когда они нас встречали в борисполе ну да скажи об этом но они приехали на машине там 2010 год мы выиграем в гамбурге в ганновере чемпионат мира первый делаем сенсацию мы приезжаем и в борисполе меня встречает мама с братом по моему с магнитофоном это они приехали там за чемпионсом по моему да эмоции были сумасшедшие никто не ожидал что там потом еще будут несколько чемпионатов серьезных то вообще тебя в тебя заложили основные черты характера родителей воспитания что ты можешь сказать почему ты стал четырехкратным чемпионом мира и в 2010 году лучшим игроком мира помимо того что ты фанател ксом по-любому в нас мама мама всегда говорила одну вещь и собственно это ответ на твой вопрос или занимайся делом серьезно или не занимайся им всем хорошие слова вот собственно мои виза это что-то еще папа может что-то закладывал нет папа никогда ничего в основном каким-то был вообще ребенком говорим о детстве просто интересно это не менять надо спрашивать а будет лига нам там таким не хулигана никогда не был спокойный тихий чем ты занимался там когда вообще малой был лет до 7 8 занимался акробатикой потом забил короче совместили два класса танцы и акробатика но не хотел на танцы ходить и типа и туда и туда ходить не хотелось поэтому я типа забросил эту тему и все да собственно и все потом и просто игры 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 кс ну плюс школа инсты когда дефолт ну ты по моему играл еще в какие-то игры уже когда ты играл в кс в доту я играл еще с первой доты естественно но вот half-life кс потом на хана half-life вообще забил естественно когда 1615 вышла а тогда всю жизнь это дота и кс но потом где-то вот как вышел вов еще вов началась тех пор играть мы там с перерывами естественно такой вопрос он чуть другой тем она просто вот интересно ты десятом году был нереальным снайпером это факт да ты стал лучшим игроком кто не знает мира вот как симпл стал как сейчас станет скорее всего зайву ну я так думаю не знаю сани тоже и шансы вот они чемпионат проиграли сейчас мы за него все болели вот ты стал лучшим игроком ты блин был ну нереальным снайпером чувак мы вместе играли и ты был просто жестким то разрывал и потом когда пришел к из голу да в кс гоу рулили снайпера всегда в принципе если так посмотреть на даже лучших игроков которые были которые выделялись то всегда снайпера были в теме почему ты не захотел стать жестким снайпером в кс гоу тоже ну тяж были для этого все возможности ты был молод горяч честно я не знаю мне этот вот реально нет я не знаю почему потому что я ну когда даже и когда на начал начался кс ей вообще мне пофиг было с каким оружием бегать то же самое было уже потом типа и не внаю и в остальных дрэгонс и следующих командах не было принципиально какого-то с какого оружия стрелять и зачем ну ты не хотел там стать мэй на вп попробовать которым ты был один 6 команде почему нет снайпера рулят с него просто играет и талантлив у тебя все получается честно я не знаю просто вот так вот получилось я даже реально я не знаю почему ну ты просто как-то не прииграл пробовал именно вот жестко сидеть и задорачивать ну блин я в принципе так и делал но я всегда я не задорачивал один weapon никогда я всегда и там и сака и сэмки и савика примерно плюс-минус одинаково разыгрывался под разные ситуации все было по-разному честно не знаю мэйби упустил из-за того что начало упустил ну мы все упустили до начала до 2 из-за этого не знаю давай пройдемся ладно мы вернемся сейчас кс гоу немного по 16 какие самые запоминающие вот моменты яркие в navi что на сердце вот осталось такое настоящее душевное очевидным ответом это будет естественно победа негатива от мира лучше побед в этой игре в принципе нету ничего запоминались моменты когда тебя выделяли лучшим там на турнире давали вот арбалетовские кубки которые до сих пор дома стоят 18 килограммов мвп до мвп сколько у тебя это примерно дома именно этих у меня два и один тех лапс капа по-моему что-то такое это такое но именно дома сейчас внутри стоит ну медаль кистану медали да естественно куча тоже классных все это ради чего мы играли играем в эти игры какие вот самые такой или какой чемпионат мира самый запомнился ли какие два самых крутых это естественно победа на первом экстрим мастерсе и на вцг жестче и а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И у тебя они очень жестко получались. Тогда только это, как бы, мне казалось, это жестко зарождалось. Ты смотрел демки. Ты реально смотрел демки, ты изучал игроков. Ты старался быть полезным тиммейтом. То есть у тебя было вот это желание поднять КПД за счет того, что ты не просто только еще жестко стреляешь, а то, что ты тиммейт такой. Знаешь, ты находишь, короче, связь с тиммейтами. Ты перемещался там. В нужный момент, нужное место, как бы. Наверное, да. Просто хочется там, может, вспомнить какие-то там системы, какие-то тренировок, я не знаю, там, дезматч, 5 на 5. Сейчас это намного проще. Сейчас есть ДМы и снайперки. Тогда все это тоже было, чувак, на самом деле. В 1-6 они такие корявые. Но даже сейчас, вот мы, когда и там перед шоу-матчами нашими, я заходил в 1-6 на эти ДМ-серваки. Ну, ну, не то. Ну, это несравнимо с CS GO. В CS GO намного все динамичнее, жестче, круче. Там все по-другому. Там все просто по-другому. Ну, естественно, это разные игры. Но суть, в принципе, одна и та же. Что сейчас надо смотреть ДМ-ки за соперниками, надо ДМ-ки смотреть за собой. За собой. Особенно, когда проигрываешь, чтобы ты понимал, в чем твоя ошибка, чтобы попытаться ее потом исправить. Это очень мало делают. Это мне еще Ваня, Ваня Джон-то научил. Он это еще давным-давно делал, там еще в 2005-х годах тоже. Он свою каждую ДМ-ку записывал, даже когда приезжал на ЛАН трениться, там, 5 на 5 миг сами. Он каждую ДМ-ку записывал свою и потом Повку свою пересматривал. Я помню, что мы так делали, по-моему, на тренировочной базе, когда мы его замерли. Ну, это уже, да, естественно. Ваня и Эдвард это очень любили делать. Но это вообще помогало нам. Естественно. Ты четко видишь свои ошибки. Конечно, помогало. Я думаю, мало что изменилось. Сейчас это тоже надо делать. Сто процентов. Ну, да. Ну, вообще, если брать тренировки по 1.6 в CSGO, они чем-то индивидуальные скиллы не отличаются, то ты же успевший поиграть там. В целом, скилл растет игроков с каждым годом. Все, новые фишки придумываются. Скилл игрока CSGO и 1.6 нельзя сравнить, потому что у тебя в CSGO намного больше витилити, гранат и способов кинуть эти гранаты и докинуть через полкарты. В 1.6 такого не было даже приблизительно. Там тебе одного смока не хватило, чтобы закрыть одну дырку, тебе минимум два надо было. Поэтому тут сравнивать это вообще не стоит. Ну, и кидался ты не гранатами, а батонами вот такие. Чувак, ну ты просто... Понимаешь, это... Критиковать 1.6, ну, это охрененная игра. Нет, это офигенная игра. Игра своего времени. Естественно. Я же говорю только про то, что не надо сравнивать эти игры. Мне казалось, те батоны, которых мы кидали, в тот момент это была быстро летающая граната. В тот момент это так и было. Ты думаешь вообще, почему у нас такой был успех? Почему мы всех начали влюбать? Не знаю, у нас просто было дикое желание выигрывать. Чувак, ну, очень много людей у них было дикое желание выигрывать. Ну, давай смотри, мы выиграли 2 или 3 арбалета и 4 чемпионата мира. Еще DreamHack мы выиграли. А, ну, DreamHack. Ну, короче, к чему я клоню, что за 2010-2011 год, даже, если взять 2012, но там вообще все туго было, мы в 2 раза больше турниров проигрывали, чем выигрывали. Но при этом мы выиграли самые яркие, самые значимые. Ну, я не согласен, что мы проиграли в 2 раза больше турниров, потому что мы выиграли за 2010 год, по-моему, все турниры, которые можно выиграть. Мы проиграли там, ну, какие-то там, может быть, это уже начинает завершать. Асус Кап какой-то мы там проиграли, еще какой-то там мы выиграли. В 2011 году, когда Серега был Старикс Капитаном, это был турнир Intel какой-то, мастерс, знаешь, что-то есть глобальный экстремастерс, а это вот отборочный в Киеве. Я еще МВП получил, я просто запомнил. Мне там МВП дали. Не, ну, это был такой жесткий. Потом мы выиграли с StarLadder, мы повыигрывали почти все. DreamHack, там, список, ты что, помнишь, там вот такой список турниров. Не, ну, понятное дело, что выигрывали мы достаточно, это правда. Но мы много проигрывали. Потом, да, но в этом году, вот все равно, как ты думаешь, вот желание, что еще? Помнишь какие-то наши там дисциплины, система тренировок? Ты можешь сравнить вот ту команду, которая была в 2010 году, как она работала и как она играла, с командами, которые были у тебя потом? У тебя было потом несколько команд, как минимум, в которых ты играл и работал. И почему у этой команды был успех, а в других все-таки такого успеха и получилось? Опять, ты пытаешься сравнивать две разные игры. У нас команда была победителем в 1.6, а в следующих командах я играл уже в другую дисциплину. Допустим. Но все равно, тем не менее. Настолько профессионального подхода, как у нас, особо не было в других командах. Значит, у нас был профессиональный подход. На тот момент очень даже, потому что мы, я помню, карты распечатывали и фишечки делали. Там вот это возле стола стояли, там вот и расписывали, кто что делает. Естественно, это было новое, это было прикольно, это круто, естественно. Потом это тоже мы пытались, и в остальные Dragons мы такое типа делали. Ну, потом особо нет, потому что у нас буткемпов такие или баз во флипсайде довольно не было. То есть мы, если играли, то либо на буткемпе в каком-то клубе, в какой-то стране, в каком-то городе, либо в Вайнету. Поэтому у нас был самый профессиональный подход, скажем. Ты сказал, астон, а Драганс, почему вот просто для тех, кто не знает, ребят, для меня была картина такая, да, то есть мы реально были крутыми в 1.6, и до нас дошло, ну, как бы, как, наверное, не знаю почему, но до нас дошло достаточно поздно, что вот сейчас будет CSGO, и вот все будут играть в CSGO. Мы такие, так, CSGO, это вообще другая игра. Я помню, там есть еще смешные мемы, интервьюшки, ты понял? Да, все мы так думали. Да, и мы достаточно поздно ушли в CSGO, когда уже поняли, ну, уже в нее играли, там, не, по-моему, уже месяца 4-5 в нее задротили. Да, и мы в нее приходим, я помню, мы приходим, мы были теми игроками, которые бегали с калашами, когда все покупали формилки, потому что там винчестеры, знаешь, а мы такие еще с калашами, знаешь, такие, не раздупляя, что можно формить на антиеках. Ну да, да, понятно. И мы достаточно поздно, и мы пришли, мы начали реально до хрена работать. Вот это я помню, мы начали работать, работать, и вот у нас чемпионат, финал Starladder с непами, не знаю, помню, что или нет, мы играем Best of Five, не по это были, ну, мы одной из были команд в мире, которые выиграли у Нипов, это я точно помню, на Дасте втором по интернету, а у Нипов, чтобы выиграть, это чтобы вы понимали, там мы были второй командой в мире, которые выиграли за 100 матчей, которые они, они выиграли там все, что можно, турниры, все матчи, и мы там вот выиграли у них ДАЗ-2, это была сенсация, мы там ходили, вот мы победили. И потом вот этот вот финал Starladder, мы играем Best of Five, мы у них выиграем две карты, и на пятой карте, они у нас две, на пятой карте мы проигрывали. И потом было обидное поражение овердрайву в финале, по-моему, в Чехии, по-моему, или где-то там. В Праге. Да. Можешь понять, что у нас так, типов, я, как говорят, слабенький. И потом, короче, ты заявляешь, что ты, типа, уходишь с команд, и еще, типа, как бы, блин, в тот момент потом ушел Иван, по сути, хотя он еще очень долго колебался, он и там, да, я вас бы, почему ты решил уйти? Не получалось у нас играть, я чувствовал это, у нас долго это не получалось. У нас не получалось под конец 1.6, то есть это вот длилось года два, ну, полтора, ладно, полтора года, вот, стояние на месте у нас было. И вот, наверное, вот то именно поражение меня просто добило, морально. То есть, тогда я сказал себе, все, не, надо что-то менять. И как раз в тот момент, типа, поступило предложение, ну, я сделал выбор. Ну, смотри, я же тебе специально сейчас привел пример наших неплохих результатов. Финал с Нипами, выиграв две карты, проиграв на пятой, обидно. Это уже, ну, как бы, нормальный результат, с учетом, что они были лучшей команды мира в тот момент. Просто мне вот было тогда обидно капитану, честно, потому что я... Ну, смотри, с того момента, как мы начали играть в CS GO, и с тех пор, как я ушел в Gavi, прошел почти год. Нормально. А ты сейчас привел в пример один турнир за год. Не, ну, это было уже... Поэтому... Короче, мы первое время сосали, это правда, но мы пришли поздно в игру, мы там не расчехлялись, мы проделали огромную работу, и вот мы стали командой, которая может опять быть топ-мира, может начать выигрывать. Нам оставалось немного. Обидное было поражение и в овердрайв тогда в финале, я согласен. Но там играли, у них были жесткие чуваки, которые уже в CS GO были не лохи, это Apex, K&S, которые нас отлупили на трейне, и это TAS Neo, которые тоже тогда жестко играли. Я прекрасно помню. Да. Ну, и был овердрайв, который... который тащил... Клачи тащил. Причем... Причем мы проиграем... Бобцом, ты это не поменил. Тогда был, вот я смотрю, кстати, на вот этого человека. Там, ребят, Сенька, я вспоминаю эти клачи, там очень смешно, овердрайв ползет, Сеня ставит бомбу, убить его, и не переключает на weapon, дальше ставит овердрайв, убивает. А причем, так обидно, мы выиграли 11-4 за КТ на Мираже, мы выиграли первую карту, это финал. 11-4 за КТ на Мираже, и все, нам надо выиграть Мираж, и мы финал выиграем, все, все охрененно. Но мы тогда проиграем, но тем не менее, мы были вот очень близки, мы были командой, в которую тогда еще была целая эпоха, которые были четырехкратные чемпионы мира, из-за которых болели, и вот мы так близки. Ты не верил, что мы все, мы не сможем? Честно, не верю, поэтому и ушел. Не верю. Что тебе, что ты думал? Что? Просто не верю, что мы способны выиграть, дальше, как раньше. Я поэтому и ушел. Хорошо, ладно. Ты уходишь в Астана Драгонс. Что-то расскажи об этом. Как вообще собралась эта команда, и что у вас было хорошего, и что у вас не получилось по итогу? Там было... И что вы Ваню кикнули? Тоже вопрос такой, очень неожиданный. Его кикнули в тот момент. Честно? Без понятия. Не я был ответственный за это, я даже об этом не знал, может так состоит. Потому что следом за ним пошел, полетел и я оттуда же. Поэтому как бы там другие люди приняли мои решения. Но поначалу у нас было все неплохо. И типа, что меня заинтересовало, это то, что перспективы у самой организации, которая должна была вот собраться и, так сказать, начать работать, перспективы были шикарны. Но оказалось, что это просто была лапша на уши, основанная ни на чем. Ну, хочется просто как бы сказать, чувак, ты имел дело до этого уже, у тебя был опыт определенность связанный. Но, видишь, где контракт, где ответственность, да. И почему, и почему легендарный Егор Маркелов, уходя в такую серьезную, в организацию, серьезную, ну, типа, как бы, ничего там не решает? Почему не решает? Я не знаю. Который забирает Ваню Эдварда, сильного игрока, ты понимаешь, что ты в тот момент нас ставил больше хренового? Я его забирал. Я ему слова не сказал. Ну, не ты, но как бы ты. Я с ним ни одного слова не вел переговоров по поводу перехода. Ну, ты хотел же, бы он пошел? Я не против был, но я конкретно ему, или лично, по-моему, я ему не писал ни разу. Слушай, а что у вас не получилось? Что получилось? У вас состав был достаточно неплохой. Дося, Ангел, это игроки, которые тогда очень хорошо в CSGO играли. Адрен? Адрен, я и Ваня. Да. Ну, начало у нас было нормально. Мы нашли себе шикарную буткэмп-квартиру типа в Киеве, с шикарными компаниями. Короче, ну, условия у нас были отличные. Доиграли мы нормально, тренились нормально. Первая у нас официальная игра, по-моему, была, это был шоу-матч с Fnatic в каком-то торговом центре, если я не ошибаюсь. А, кстати, да, по-моему, что было. И вы бы выиграли, по-моему. Да, мы выиграли там. Ну, Fnatic хорошо тогда играли. да, они тогда очень хорошо играли. Из-за того, что я помню, там то ли лагало у всех, то ли что-то. Ну, не важно, Ну, такой себе показатель шоу-матч. А что потом было, я даже уже не помню. И что пошло не так, тоже не знаю, как-то. Maybe мы слишком много времени вместе проводили. Maybe из-за этого. Я слышал, что вы, вы были разными. Абсолютно разными. И вы не смогли найти, вот когда у вас начался вот этот быт, когда вы начали становиться как, ну, все равно команда, это как бы одноцелая, что вы были очень отдаленными. Я с этим соглашусь. Да? Да. Почему? Разная ментальность, разные люди. Адрен, Дося, Ваня, Ангел, ты. Да? Что? Кто? Кто? Что? Да, мы все абсолютно разные. Можди, но Ангел был твой друг хороший. В тот момент. Вы близко дружили, я знаю точно. Ты много раз об этом говорил и как-то вот. Не, скорее, до этого мы, да, хорошо дружили. А когда уже в Астана Драгонс было, ну, не так сильно. Почему? Я этого не помню уже. Чувак, я там, значит, ну, у вас, значит, вот там началось то легендарное ваше застолье на стриме. А, когда я со стула навалил. А, всякое бывает. Ну, Какая основная? Ну, говори, давай, ты же знаешь все. Я не верю тебе, что не помнишь. Не верь. Ну, ну, кто вот, что не так? Почему? Ты говоришь, я согласен, да, мы не смогли быть вместе. Ну, какая основная? Ну, говорили, там, Ваня, что-то бегал, вы там, с ним не вместе не тусили, или что? Что вы? Не могли вместе? каждый был на своей волне, по большому счету. Вот и все. То есть, не было одного организатора, которого можно как-то собрать, соединить? да. Не было. Менеджер. Может, по-моему, Ламыш тогда бы менеджер. Причем, кстати, Ламыш достаточно такой скилловый, нормальный чувак, такой понимающий вроде. Не пошло и не пошло. Я понял. Другой вопрос. Вы заняли на СВЦ тогда третье место, играя за третье, четвертое место, снипами. Проиграя, по-моему, команде, где я играл Кютли с читами. Помнишь, это же было это СВЦ. Вы проиграли в полуфинале, по-моему, заняли четвертое место, тридцать и четвертое, выиграли унипов, заняли третье место. Почему вы кикнули потом после этого же сразу турнира и Ваню? Зачем ты мне эти вопросы задаешь во второй раз? Ну, ты вообще никак вообще тебя не касалась. То есть тебе не сказали, чувак, мы хотим кикнуть Ваню? Или перед фактом сказали, мы его уже кикнули? Или как? Скорее, так было, чем наоборот. Я не понимаю, что тут такое вообще... Смотри, либо ты не договариваешь, либо... Да я особо точно и не помню всего конкретных моментов, кто кому говорил, какие терки там у кого были. Смотри, чувак, вот у меня как раз вопрос такой классный. Когда я брал интервью Электроника, он назвал тебя одним из самых лучших тиммейтов. Мартелов это вообще один из самых, наверное, лучших тиммейтов, с которыми я когда-либо играл. Всегда поддерживает, всегда верит. Нет такого, знаешь, там, что ты сделал что-то не так, да, или там не послушал там идею, которую он предложил. Он не будет там вздыхать или там расстраиваться, знаешь, с ним было максимально приятно. Дружелюбный, невероятно позитивный, излучающий только положительную энергию, да, чувак, который тиммейт, и он не знает, что у него убирают тиммейта, с которым он играл вместе до этого два года, выиграл четыре чемпионата мира. Кто эти судьи, которые все решают сверху, не знаю, кто они, где они сидят. Честно, не знаю, но могу от себя сказать, что Astana Dragons именно в плане морали и сплоченности коллектива, по крайней мере, с моей точки, с моей стороны, и как показала практика с Ваниной, так точно, вообще ничего не складывалось. мы просто играли, грубо говоря, сами по себе, не было такой семьи, как в Нави, даже приблизительно. Но вы ожидали, что вы хотели попробовать построить? да, вот была попытка, оказалось неудачно. Короче, и вы, ну, когда тебе говорят, там, мы убираем Ваню, ты пытался, там, как я за него, там, что-то, может, не надо, там, не знаю. Сюда, честно, конкретно, не помню. Хорошо, не знаю, что тебе на это сказать. Тебя убрали. Почему? Начал мало играть в КС. То есть, я не так начал задрачивать, как раньше. Самое очевидное, это просто, типа, отсутствие, наверное, желания, вот, просто жестко хардкорить и каждый день отставать, и первое, что ты делаешь, это заходишь на ДМ, и последнее, что ты делаешь, это выходишь из ДМ. Вот у меня это полностью пропало, тогда, я помню. И я играл больше в Доту, больше смотрел Доту, а не КС. По-моему, даже Вов себе там скачал. Ну, наверное, это и послужило. И эти решили кикнуть, да? Мне кажется, да. Тебе было, тебе было все равно? Мне было обидно, что меня кикнули, потому что это первая команда и последняя, с которой меня кикали, в принципе. Но уходить оттуда, можно сказать, стало облегчением. Потому что та мотивация и то, что нам обещали получить в этой организации, это просто было вранье. Что вам обещали? Ну, скажем так, вот нам обещали золотые горы, куча ЗП, все-все-все. По итогу, знаешь, что мы получили? Как компенсации за то, что не было реализовано. Лампы, которые у нас стояли на базе, домой нам дали. У вас же была организация какая-то, сколько она была у вас времени? Полгода где-то выиграли? Ну вот, вот что за полгода мы настроили. А зарплату? Компом отдали. Не было зарплаты? Не, она-то была, но финальная, как бы, выплата, это была вот компом. Ты имеешь в виду, что 5 месяцев вам платили нормально за компом? Ну, типа там. А какая зарплата у вас была? По-моему, дефолтная. Тысяча? Да, по-моему, что-то такое, да. Тогда это, да, это нормально. Тогда это был, типа, дошел. А обещали вы там, сколько вам? Типа, вы думали, сколько у вас должно быть? Миллионы. Ну, реально. Честно, я не помню, какие цифры были. Там больше был уклон на то, что нас будет поддерживать Федерация Киберспорта Казахстана и будут деньги идти оттуда. Вы подписали контракты какие-то определенные, серьезные, или вы просто на добром слове? насчет контрактов не помню. По-моему, были какие-то на полгода, что ли. А может и не было. Почему у вас, грубо говоря, наебали там? Да, то есть, хорошенечко. Ну, если резюмировать и кратко говорить, то да. И это послужило важной причиной, что вы распались в итоге. Ну, скорее всего. Одно из. Скорее всего. Скажи, ну, одно из. А другая причина, то, что вы не смогли вместе играть. А почему, вот смотри, вот я играл с Досей, с Адреном, с тобой, с Ваней, я только не играл с Карасем вместе. Вот вы, да, они были разными, но все, Дося, он, насколько я знаю, он такой садится и просто никого нет. Да нет, все по отдельности отличные ребята. Но вот, как оказалось, этого не хватило, наверное. Но Ангел капитан. Он достаточно, со стороны, по крайней мере, такой чувак, который заряжает, мотивирует, объединяет. Но раньше это было, так оказалось, в игре. Да, то есть он, он, он хорошо колет, он много говорит, он не глупый, он шарящий чувак, да. Дося спокойный, а Дрен достаточно, вот они, ну, я же тебе говорю, скорее всего, ты по***й. Ваня, сам в одиночке, опять же таки, вернемся. Скорее всего, погубила бытовуха, потому что мы не вылазили из квартиры, по большому счету, и мне кажется, мы просто надоели друг другу, и все. Сказать, там, давайте разъедемся, там, на пару недель, там, отдохнем, вернемся, опять, мне кажется, вот я так и сделала, и потом, мы лишь не приехали. Слышите, накипнули потом. Ой, ну, похоже на правду. То есть, пока ты там был, мы держали. А то мы начали, подали подходящий момент. Свален, болиды завсегда. Ой, да. Ага. Ладно, хорошо. И потом, ты оказываешься, тебя выгоняют. У тебя не было вот такого чувства, что ты что-то в жизни сделал не так. Что ты вот ушел из Нави. Уходить из Нави, это в принципе, такой сильный шаг, потому что Нави, это уже бренд был, организация, у которой есть подписчики со всего мира, и, кстати, тот период, когда ты уходил из Нави, на тебя не вылилось какого-то негатива. Не помнишь тогда, не почувствовал ты, когда ты в Астан Драгонс уходил. Что это было какое-то такое легкое предательство, может быть со стороны. И сам ты внутри такого не чувствовал? Сам я точно этого не чувствовал. Первое время так точно. А со стороны комьюнити, да я бы не сказал, на самом деле, все было нормально. Или я просто на это не обращал внимания. А потом? Ты почувствовал какое-то такое чувство у тебя было? Ну, что-то, или что-то, насчет того, что предательство какое-то, или что-то бросил, ушел. Не знаю. Ну, нет. В плане то, что я там предатель или кинул, или что-то еще, вот таких не было. Но мне было обидно, что оставил, так сказать, семью, с которой вот начинал. Вот такое чувство было. Когда оно у тебя появилось? Иногда всплывает. Временами, знаешь, вспоминаешь. Не, ну, это сейчас тоже спустя много лет. Ну, да, да, да. А тогда это Вастана Драгонс появилась, она начала появляться или после уже? Скорее после. После, да? Скорее после, вот когда, знаешь, вроде там перспективы, топ-игроки, там мы подарим вам горы и так далее, а по итогу коп домой прислали. То да, тогда уже думаешь, блин, что-то неправильно, да? Что-то пошло не так. Ну, да. Но потом Ваня Эдвард вместе с Гвардианом спустя много времени он попал в Na'Vi. У тебя не было желания попасть в Na'Vi? Ну, если бы меня позвали, может быть, я бы и вернулся. Скажем так. Но проситься я туда и не собирался. Смотри, ну, чтобы ты понимал, как бы Ваня не просился, но он как-то так, как-то так, знаешь, подбирался как бы, да? Ну, я понял, да. Да. Я бы так делать не стал, но если бы мне предложили, я бы скорее всего вернулся. Ну, понятно, но ты не, то есть ты не хотел, короче, ты, говорю, гордый такой, да, то есть чувак, который не... Ну, меня гордым вряд ли можно назвать, но maybe в этой ситуации, да. Типа я от вас ушел, блядь. Вы меня, как хотите, возвращаете, типа, да? Не, ну, если грубо говорить. И тогда потом в какой-то момент у нас же пошли неплохие результаты. Когда Ваня пришел и гвардия. Ну, да. Что, ты смотрел на эту ситуацию со стороны и думаешь, блядь, типа, локти чуть кусал? Было такое вообще? Нет, я просто не... Ну, типа, знаешь, у меня в голове была единственная мысль, почему мы не сделали этого сраны? Не взяли гвардия? Не изменили состав. Во-первых, у нас не было вообще на этот счет разговоров. Тогда. Ну, не, что, типа, тогда уже, да. Типа, я же говорю, что, типа, тянулось это очень-очень долго. Ладно. Ну, короче, давай ставим. Суть понятна, да. Ну, ты уходишь вот это вот Астана Драгонс, что ты дальше? Как ты, какая твоя следующая команда? Что дальше происходит? Как твоя карьера складывается? Даже был какой год? Дальше, по-моему, Ашеры были долгое время, а после Ашеров уже флипсайды. То есть мы в Ашерах уже много играли. Ну, да. Что в Ашерах хорошо, плохо, коротко? Да, все нормально было в Ашерах. Там и атмосфера была нормальная, все было нормально. Ну, играли, играли. Таких жестких результатов топовых не было. Скажем так, держались на плаву. Просто в удовольствие не парились. типа того, да. Ну, тогда не было какого-то там желания что-то там уже рвануть. Ты же понимал, уже возраст все-таки вверх. Я никогда не верил в понятие типа вот это киберспорт и возраст. Типа здесь на самом деле единственный фактор, который влияет на это, это твоя мотивация и сколько ты времени хочешь уделять игре. И в 33, и в 34, да, ты не будешь как 20-летний чувак, который так же задрачивает столько же времени, сколько и ты. Но ты будешь лучше, чем 95% других игроков anyway. Если будешь мотивирован и работать над собой. То есть ты как бы не парился, то есть на этот счет. Играл и играл, да. Ну, хорошо. Со Шарами, честно говоря, не хочу этот период долго обсуждать, потому что я его не особо помню сам. Давай поговорим уже о Флипсайд, потому что мы с всего начинали. Элик просто про тебя сказал, скажи там, чем для тебя был Элик? Не, ну, Элик очень, очень позитивный, классный чувак. Реально, с ним было удовольствие поиграть вместе. Он очень редко, если вообще когда-то что-то дезморалил или унывал, он всегда наоборот что-то пытался делать, пытался исправить ситуацию там на своем горбу, поэтому только позитивные слова про него могу сказать. Реально, если бы не он, вот, я по Флипсайд намного раньше лифт. То есть он тебя как-то цифроваря держал, да. А почему, чем? Как чувак, игрок хороший, очень сильный. Как игрок, да. Говорят, что Элика во многом воспитал Блэйд, ты с этим согласен? Не исключаю. Блэйд всю жизнь всегда говорил очень правильные вещи, очень умные и реально, если к ним прислушиваться, то ты реально становился играть лучше. Он отличный теоретик, отличный стратег. Вы не хотели во Флипсайд и Блэйда поставить тренером, взять пятого игрока и... Но об этом шли разговоры очень долго. Блэйд это знал? А это не было закрыто. Он не хотел уходить на три месяца? Не хотел. Не хотел, да? Поэтому я и ушел. Одна из причин. Да? Хорошо, ладно, эту тему закрыли. Что думаешь про Сашу Симпла? Он очень жесткий. Он всегда был жестким. У него раньше были проблемы с нервишками, так сказать. Можно валить гипло, когда я выхожу пытаюсь взять раунки. И говорил он часто много чего лишнего, но играл он всегда шикарно. Часто вообще следишь за КСом? Редко, но иногда попадаю на матчи, мало что изменилось на самом деле. Вот я захожу, допустим, спустя год, как я вообще КС не смотрел, я захожу и такой одно и то же. Грубо говоря, да, там некоторые флешки, там был период, когда Ауги жестко решали. Вообще Бипец, да? Это вообще темные времена. Я тогда заходил, о, что это выключить? Но в целом реально мало что изменилось, по большому счету. Стратегии плюс-минус те же. Просто жесткие игроки решают клатч-моменты. Все равно интересно иногда посмотреть. Почему за Иву скорее всего может стать топ-1 и считаешь ли ты его лучше, чем Симпла? Я не тот, который должен сравнивать сейчас игроков. Просто твое мнение, просто твое мнение. Ну, я за Иву не сильно много смотрел, но он очень хорошо играл, даже когда я еще играл, два года назад даже больше. Он тогда уже очень сильный был. Сейчас я видел, что он еще жестче начал играть. Я буду за Сен-Каттерн пить, естественно. Кому ты вообще считаешь самую сильную? Хоть немного ты же смотришь сейчас в мире. Я тебе так и не скажу. Нет у тебя такого сейчас такого прям жесткого. Нет, предпочтение. Ладно. Честно, честно скажу, я больше Доту смотрю, чем КС. Ты можешь сказать про Доту? К следующему интервью обязательно подготовим. Кто-то по Доте ебашит. Na'Vi, конечно. Na'Vi ебашит. Да, они выиграли турик недавно. Крутой? Epicenter, по-моему. Да. У кого-то, вообще, как тебе OG? Потому что я... Какая Дота? Давай уже заканчивай. Спать, охотом еще домой ехать. Тебя не видно или 5 лет человека? Вообще. Спокойно, договорим, все нормально. Слышал про скандал с тренерским багом? Окей. Я слышал, я без понятия что это и не в никого вообще. Слышал про ростер и 6 игроков. Видел новость, что кто-то там подписал, а Na'Vi, по-моему, подписали шестого игрока. Где? Да, это очень забавно будет. Я, я же тебе говорю, не в курсе. Ну, сейчас подписали игроков, подписывают команду, у них теперь 6-7 игроков организации, да, и они берут игрока и он играет на определенной карте. Понял, допустим, понял, вот. На определенной позиции, типа, да, как ты думаешь, это нормальная тема вообще? С одной стороны прикольная, с другой стороны эта игра всегда была 5 человек. Ну, поймаю, что-то изменилось сейчас, не знаю. В любом спорте на самом деле есть замены и так далее. То есть это не должно быть критично. Допустим, мне было бы скорее обидно, чем наоборот, если бы меня посадили на скамейку запасных. Это обозначало только одно, что я не справляюсь со своим задачей и не могу сдержать эту точку. Ну, на этой позиции ты просто можешь играть хуже, чем играет там какой-то другой. Да, я был расстроен из-за этого. Я просто вот сейчас смотрю вот эти Best of 3, допустим, да, вот играют команды и вот у них там они начеркали, ну, те же Нави, да, у них там первая карта там Инферно. Они берут себе вот этого игрока вместо Флейми. Бит у них играет. Вот они, допустим, там, он хорошо более-менее сыграл, они проигрывают, у них следующая карта заходит Флейми. Я вот думаю, вот эта синергия командная, да, с которой 5-ти людей, которые на карте перемещаются, она теряется. Я тоже так считаю. Согласен с этим, да? Согласен. И я просто, вот они же сейчас наивы проигрывали, кстати, в конце года, они, по-моему, один раз в финале, второй раз в полуфинале проиграли, и вот это вот у них была система, что-то... Я согласен, мне кажется, это неприятно. Рофл вопрос. Если ты бы захотел сейчас вот вернуться в CSGO и набрать форму, ты смог бы это сделать? И сколько времени тебе надо? Я стремлю прям очень сильно захотел. Вот если бы он захотел, у тебя говорят, сейчас, чувак, если ты, я думаю, там, миллион долларов... Ну, смотря на какой уровень, там, топ-1? Ну, на какой уровень, ты считаешь, смог бы? Боже, это такой рандомный вопрос, это пальцем в небо, ну, не знаю. Ну, месяца три, точно. На уровень топ-20 команд HLTV, это вот топ-30. Думаю, да. Первый рофл вопрос. Помнишь ли ты, когда мы играли Asus Cup, когда я пиво пил на этом турнире? Да. Расскажи, как это было? В твоих глазах. Это был очень стрессовый чемпионат, помню, прям дико. Тебя очень, я помню, бесило всё, всё, что мы делаем. Да. И ты, чтобы как-то успокоиться и не развалить кому-то лица, скажем так, ты себя этим успокаивала, я помню. Я к этому нормально относился, я тебя даже не трогал. А то получил бы ещё леща. Ну, короче, я напился, ты помнишь, да, там, Чувак, что вот это вот 5 секунд пива, что это было на стриме? Раз, два, три, четыре. Ой, да это такая фигня была аж просто. Это было пол-литра. Это нереальный мем, который разлетелся. Ради мемов можно и так. Тебя это хрен не заебет? Честно, оно так приелось, уже так по барабану, честно. А в начале? В начале задрачивало, реальности, прям напрягало очень. А сейчас вообще... пять лет назад сказал, что выиграть чемпионат мира и посетить Нью-Йорк. Ты мечтал об этом, да? О чем мечтаешь сейчас? Судя по всему, мне надо искать новую мечту. Нету? Прямо такое, что вообще на самом деле, на самом деле, я дико хочу в Японию. Я сейчас подумал. Ты сейчас даешь жесткий инсайд, чувак. Я всю жизнь, на самом деле, я реально мечтал по-моему в Японии, в Австралии. Просто побывать? Да, это там, где я не был и очень хочу. Просто побывать? Да, да. Просто побывать, ознакомиться с культурой и так далее. Ну, это такая, это даже цель, не на большее. Ну, это скорее цель, да, чем мечта. Какие, какие планы у тебя, ладно, на ближайшую, с чем ты, чем бы ты хотел заниматься в жизни, не знаю, с кем ты себя венешь? Тебя посмотрят недавно, вот перед, миллиард человек. Буквально, допустим, перед шоуматчем, который тут должен быть, но я по здоровью не приехал, играл из дома. Буквально за несколько дней до этого там я разговаривал с человечком, со своим знакомым, хорошим. И вроде там, как намечается определенный проект, в котором теоретически я буду участвовать. Примерно, начиная с февраля-марта, плюс-минус. Но это пока на уровне maybe. Что это за проект? Вы знаешь, с киберспортом? Да, сразу. То есть, я не буду ничего говорить, но, но да, возможно, я там буду участвовать в плане... А там медийный будет как-то? Тебе будет как-то видно? Естественно. Я буду, так сказать, медийным представителем этой организации. Да? Возможно, если получится. Прикольно. Тебе бы этого хотелось? По-моему, это неплохо. Вообще, в принципе, чем бы тебе хотелось заниматься, скажем так? Самый адекватный вопрос на этой, я абсолютно никак не хочу уходить, я даже об этом не думал, чтобы уходить именно в сторону от кибердисциплин любых, от игр, потому что я этим всю жизнь занимаюсь. Поэтому, в любом случае, я останусь в этой сфере рано или поздно и найду себе нишу какую-нибудь. Ну, смотри, вот в киберспорте сегодня есть много профессий. Да. Есть игрок, есть... Единственное, кем я, наверное, никогда не буду, это вот тренером. Это вот не мое вообще. Тренер это не мое. Ну, есть тут еще много всего. Не, я понимаю. Вот кем примерно хотя бы ты мог бы себе рассмотреть? Ну, там, Сеня комментатор сейчас стал, профессиональный. Многие еще сходят на аналитику, ты видишь, там сейчас профессиональная. Честно, про конкретные пути я еще не думал, но это по-любому будет отрасль киберспорта, 100%. Короче, если мы оставим твой контакт или мейл, не знаю, тебе кто-то напишет, чувак, мы там что-то делаем, что-то открываем. Я буду только рад. Ты готов посмотреть какие-то варианты? Тут личный расклад, потому что люди еще не знают, тебя нету, все спрашивают, вот, будут понимать. Чувак, ну, поехали. Еще вопрос, еще вопрос, тут остался блиц и все, и вопрос про Членикс. Давай, Маркелов, поехали. Членикс он. Ну, Маркелов, все-таки включил, все-таки включил. Зато Маркелов может говорить, что я с одной пулей ты с каши отдал. Он был, он существовал. И... Тайны не раскрываем, Алло, Даня. Расскажи, ну, пожалуйста. я эту тайну не буду раскрывать. Ну, намек не был? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Зачем ты меня из меня это вытягиваешь? Не буду я говорить ничего. Короче, это останется пока секретом. СЕС нашел эту программу и давай устанавливать ее на все компьютеры на нашей базе. И потом, как бы уже просто нереально было ее удалить, потому что и антивирус не справлялся. И как-то деньги полились рекой, эти победы, победы. Ребят, Белл, пусть... Думайте, что... Я вам говорю. Поехали, Блиц. Топ-5 игроков в CS 1.6 со всю историю. В любом случае, Форест. Форест, Гитрайт, Сунде, наверное. Ванька туда можно запихнуть. А Эдуардом? Конечно. Давай и тебя туда же. Меня? Пусть будет. Ну, хорошо, спасибо. Харьковская дула. Спасибо. Топ-5 игроков в CS GO за историю. Прям за всю историю. Но опять же, тот же, естественно, Симпл, тот же Гитрайт, Форест, но это еще в те времена, когда я еще... Колдзера и Девайс туда же, естественно. Можно Девайса, да, запихнуть? У меня жесткие ребята. Ну, типа, спокойный или активный отдых? Спокойный скорее. Риск или стабильность? Стабильность. СНГ, Тир-2, коллектив или Тир-1 ЕУ? Тир-1 ЕУ. Карьера или любовь? Карьера. Самая большая победа и поражение в карьере? Экстрим Мастерс это первая. Астана Драгон вторая. Поражение Астана Драгонс? Ну, или 1-6 или CS GO? 1-6, но CS GO. 1-6 в сердце, но по факту игра CS GO лучше, естественно, по многим механикам и так далее. Но 1-6 всегда будет у нас у сердца. Да, и последнее, какую ты мог бы, одну ошибку ты бы изменил, если бы вернулся в прошлое? Я бы поговорил с вами перед уходом. Я знаю. Точнее, задолго до того, когда пошли проблемы. Или, блин, таких много моментов. можно сказать, Ну, вот этот был 1, потом 2, это то, чтобы сразу переключиться на CS GO, а не зацикливаться на 1-6, как мы тогда сделали. Да, хорошее. Вот этот я бы изменил точно. Это важный момент. А не быть дебилами. Его не будет никогда. Вот это я точно изменил. Да. Ребят, конкурс, поехали. Марик, ты должен нам что-то... Я приеду домой, я обязательно найду что-нибудь, что можно будет передать, послать в качестве приза. Здесь есть брат, которым мы вместе работаем. да, да. Я придумаю, да, что-нибудь такое интересное, прикольное, за что люди могут побороться. Ребят, конкурс такой. Нужно придумать систему тренировок для Егора Маркелова в CS GO, который поможет ему вернуться к своей легендарной форме времен 1-6 и выиграть чемпионат мира уже в этой дисциплине. Победителем выбери вместе. Большое тебе спасибо за интервью. Тебе тоже спасибо. Мы реально были уставшие, нервные, что он, что я. Я не полноценно до конца максимально подготовился, могу за это как интервьюер ссорить сказать. Вот. Хотел просто раскрыть многие стороны, расшевелить тебя. Мне кажется, местами у нас это получилось. Ты в итоге начал больше говорить, рассказывать и вроде как получилось неплохо. Надеюсь, всем понравилось. Если что-то не узнали, что вы хотели узнать, сорян, но в любом случае мы старались. Да. Все, мы оставим контакт Марика, можете с ним связаться и давай, чувак, спасибо. Тебе. Да. Мы только недавно вернулись в Бразилию и сейчас будет запускаться буквально на днях крутой проект, который называется Vibe. Он есть уже в Apple Store. я тебе скину ссылочку. Это проект, который связан с звездами, которые могут общаться со своей аудиторией, своими фанами, поздравлять их, передавать им всякие прикольные темы и на этом и зарабатывать в том числе и счастливыми делать людей. Vibe – это энергия, это волна. Поэтому я тебя приглашаю к нам в клуб и тебе дарю вот такой футбол. Спасибо большое. Спасибо, да? Вот. Ссылочку я тебе скачу и скину. Все, ребятки. Vibe. Увидимся. Скоро. Мы будем вас всех поздравлять. Все будет.